О, зачем же мне заниматься этим искусством? Женщины и искусство, женщины и расовый опыт, женщины и дискуссии. На многих встречах, посвященных теме феминизма, заново объясняются известные теоретические моменты. Но что, если взглянуть на активизмы творчества под другим углом? Тут нет цели введения в какую-то матчасть феминизма, потому что мы считаем, что феминизм – это уже такая надстройка, которая должна быть по умолчанию для того, чтобы работать дальше. Потому что если мы застрянем на том этапе, когда будем постоянно объяснять, феминизм – это хорошо, феминизм – это хорошо, собственно, это то, чем мы занимались все эти годы, то мы никуда дальше не пойдем. То есть это для тех, кто понимает, что феминизм нужен, важен и понимает, что феминистское искусство – это очень интересно, очень перспективно. Идея встречи с воркшопами и другим взглядом на искусство начала зарождаться еще весной. Тогда в Уфе в рамках ФЭМ «Байрама» прошла выставка «Феминистские транслокальности». Дальше последовала арт-резиденция в Ишимбайском районе. Мы ездили за город и жили там с командой художницы из разных городов России и с миграционным опытом из стран Центральной Азии. И вместе просто обменивались художественными практиками и думали над концепцией выставки, которую мы хотим сделать в Уфе в следующем году осенью, через год примерно. Но без теории и дискуссий все равно не обойдется ни одна творческая встреча. На воркшопе участницы разбирались, с какими проблемами ежедневно сталкиваются женщины с расовым опытом. Среди того, что может помешать художнице или любой активистке творить, оказались такие стереотипы, как постоянная позиция жертвы и насмешки над непривычными для слуха именами. «Когда приезжает таксист, или приезжает доставка, и написано имя курьера, чтобы была возможность, например, по быстрой кнопке узнать перевод имени, это очень часто очень красивые переводы». «Когда мы смотрим на то, что мы делаем, и как мы размышляем об идентичности, обнаружить в этом какие-то конструкции, которые нам навязаны, которые мы считали в обществе. А может быть, наоборот, узнать, а что наше личное, когда мы размышляем об идентичности, например, быть башкиркой, или быть татаркой, или быть ненкой. И, конечно, это арт-резиденция было пространство, в котором, так или иначе, мы через доверие друг к другу могли рассказать о своей боли». Об этом же рассказывают и работы, которые художницы представили публике. Это не желание заново объяснить, зачем нужен феминизм, а рассказ о собственном творческом пути, который учитывает личный опыт каждой женщины. «Кажется, вообще создание в Уфе таких мероприятий и таких пространств открытых, где каждая может высказаться, именно феминистских, это очень круто». «Ну, это важно, потому что, вероятно, существует медийный образ феминизма, как некого единого движения с определенной повесткой, что на самом деле не соответствует реальности». «Мне кажется, феминизм, именно новый феминизм, и это о том, чтобы сделать всех людей менее уязвимыми». Эвелина Бронникова, Ильдар Каюмов, телеканал ЮТВ.